Хочу купить твой канал Серьезно хочу За много тысяч рублей Ты будешь богат Ведь я тебе заплачу Но только после, как ты Отдашь мне логин и пароль От почты своей И будешь ждать Когда же я заплачу А нифига не заплачу Ведь это просто обманно Не ведитесь на эту хрень, люди Не будьте лохами Сейчас будет ролик о том, как у меня хотели купить канал Год назад, два назад Три аж года назад И вот недавно совсем чуть-чуть И весной этого года тоже Пару раз И внезапно это так меня достало Что я решила закатать ролик Даже стесок практически написала Что вы вначале слышали Не рэп, конечно, но все же нормально Я так считаю, не знаю, как вы Короче, есть два типа людей Которые пытаются купить у вас канал Я даже погуглила Когда мне только начали писать Эти товарищи подобные Что такое встречается И как оно выглядит Ну, конечно, я как бы не собираюсь Это все продавать Потому что люди думают, что Две тысячи они мне дадут И это будет офигеть, как счастье Я заработаю дофига денег Пять тысяч мне дадут Я вообще разбогодею А десять тысяч явно окупят все мои траты И вложения на канал Но, ребята, вот камера, на которую я сейчас пишу Стоила семнадцать с лишним тысяч Не считая чехла на нее И еще прочего всего И вот сам штатив две с половиной Об остальном я молчу Короче, в канал я вложилась нехило Честно, по своему мнению я так считаю Не знаю, как вы Возможно, кто-то вкладывается намного больше Ну и подписчиков-то там тоже прилично Короче, максимум, чего я могла бы достигнуть Это заработать пятьдесят тысяч Возможных денег Когда вот мне недавно совсем на днях Написал товарищ вконтактике Кто подписан на мой канал на Телеграм Там всего лишь шесть человеков Включая одного моего франта То как бы вы уже видели эти картинки Горбушкин вот видел, к примеру Кто не подписан Ну, у вас все в ваших руках Короче, я туда просто скриншотики скидывала Есть, как я говорила, два типа людей Те, которые знают, что аккаунт на YouTube Можно отвязать от почты Google Ну, и они как бы в курсе, что Google Это такая большая площадка, где есть Google Почта, Google Фотки, Google Диск Google много чего всего Google Карты, даже, к примеру Google Поиск и YouTube, помимо прочего И вот YouTube можно как бы отвязать от аккаунта Даже сам YouTube как бы предлагает вам Вот мне недавно предложил, может, еще даже летом Предлагает сделать там помощника для ведения канала Вот, допустим, тот же Горбушкин у меня модерит чатик стримика Как бы может удалять там комменты Банить товарищей, которые не угодные людям Есть еще такие функции, что как администрирование, модерирование Редактирование и тому подобное Ну, кому интересно, загляните на свой канал Если у вас нет канала, просто загуглите в гугле Как бы это странно не звучало В общем, можно отвязать аккаунт от почты И подарить его кому-нибудь Как бы за денежку Я встречала какую-то очень глупую и жадную женщину Которая потеряла свой аккаунт и потеряла деньги Потом восстанавливала этот аккаунт И боролась с кучей страйков, что оставили товарищей Которые у нее этот аккаунт как бы Купили Вам предлагают охрененные деньги Уверяя вас, что ваш этот канал вам ни хрена не принесет Ну, никакого кайфа, никакой выгоды И плюют на то, что для вас это хобби, как минимум Ну, там творчество, то есть все пофиг Есть люди, которые ведутся на это от жадности и глупости И теряют каналы О чем я уже говорила Вам как бы предлагают Я тебе скину предоплату Там, допустим, процентов 30-50 от суммы, которую я тебе предлагаю Ты соглашаешься, скидываешь данные Скидываешь данные Пусть это другой вариант Скидываешь ссылочку определенную на определенное мыло Перевязывают аккаунт YouTube На другой e-mail гугля И все, фини Телекомедия Тебе могут даже фейховые чеки скинуть В личку, вконтактик, на мыло куда-нибудь еще И ты будешь дать эти деньги Тебе говорят, да, ну понимаешь Вот, допустим, Сбербанк перевод Обрабатывает аж 2-3 дня рабочих Это, то бишь, если на выходной выпадает То тебе еще выходные подожать надо Ну, понимаешь, я такой дофига честный Вот тебе куча моих отзывов Ссылки на отзывы И вообще дофига, овер-дофига всего Честного Не фотошопленного А честных совершенно людей Ну, пофиг, что там у меня еще Овер-дофига фейховых аккаунтов вконтакте, да Человек на это ведется Как я поняла, по YouTube есть такие люди Ведутся Ну, и мы что получаем Сидит человек без аккаунта Но с почты гугля Канала у него уже нету Денег тоже, соответственно, нету И так никогда и не будет Ну, как бы Че ты хотел, человек Я вообще не понимаю, кем надо быть, чтобы на это вестись Второй вариант, это который мне недавно написали Они мне ничего не предлагали Меня горбушный спрашивал, типа Ну, ради интереса, там еще в комментаторе Котейка параноик вопрошал, типа Ну, сколько может быть это стоит Но, как бы раньше-то мне уже предлагали Мне в свое время сказали, что за мой канал максимум 10 тысяч Это вообще радоваться надо Что мне такую сумму предлагают Знаете, сидите так, никого не трогайте Текст-редачите там в агер-эко-группе А вам, слушай, хочешь продать свой канал? А, нет? Ну, слушай, ну ты какие-то копейки с него получаешь В общем, эти товарищи не в курсе, что можно отвязать аккаунт от почты гугла Ну, если клиент отказывается продать аккаунт И ему жалко почту гугл Вы должны уверить клиента, что, ну, типа, почта гугл не так важна тебе Ну, не знают люди про то, что можно отвязать Соответственно, там немножко другой подход Там нет предоплаты Тебе, как бы, дают время подумать Ты соглашаешься скинуть данные от аккаунта, наверное Логин и пароль от почты У меня, правда, двухэтапная авторизация Благодаря любителям взломать меня где-нибудь От одноглазников, которым я почти не пользуюсь Вконтакте и вплоть до Ютуб Емейла или так далее Еще на одном сервере, скажем так И, как бы, ты даешь данные от почты И там два варианта Вы на чистом доверии доверяете мне Я не помню, как звать чувака Я думаю, даже это его ненастоящее имя И после этого я такой-сякой вам скину бабла За ваш канал Второй вариант У нас сделка пройдет через гаранта Как бы человек скидывая деньги гаранту Ему 7% скидка За счет этого скидывания денег За счет работы Потому что они друг друга знают Стопудово сидят задним монитором Или, возможно, вообще-то один человек Ну, не помню Как бы, ультрировать Может, это действительно разные люди Совершенно честные, очень-очень честные Потом, как бы, человек Перед этим Вы скидываете все данные Значит, этому товарищу Допустим, его звать Витя Честно, не помню В общем, скидываете Витя свои данные От почты Витя скидывает свои, как бы, деньги Какому-то гаранту Которого звать Как один из богов Древней Греции Пантеона Древнегреческого И этот, как бы, глава Пантеона Древней Греции Скидывает вам деньги за канал Но 10% удерживает Потому что, вот, вы же через гаранта На самом деле, вы этих денег никогда не дожжетесь Но канал потеряете Можете, конечно, потом его вернуть Обратно, там, с песнями С плясками, с бубном Ютубу доказывая, что вы это Вы там можете завести даже аккаунт Скидывать туда все свои ролики Которые до этого были Написать Ютуб Написать, что, типа, да-да Это мои ролики Там исходники еще предоставить И кучу других данных Ну и, как бы, вам вернут канал Но момент такой Туда уже накидали кучу всяких роликов Которые, как бы, очень набирают популярность Западные шоу, ТД и ТП Я так понимаю, что эти люди Вообще, как бы, не в курсах Что Ютуб не настолько тупой И я не знаю, чем думают люди Которые скупают Ну, воруют, скажем так Махинируют такими действиями Чтобы получить канал от других людей С подписчиками, кстати, минимум тысяча подписчиков Должна быть, соответственно Ну, для монетизации Минимум четыре тысячи часов за год просмотра Прилетит сначала один страйк Прилетит потом второй страйк Музыка или аудио Короче, в видео звук пропадет Прилетит третий страйк Каналу придет трындец Если вдруг бывший владелец решит Снова завладеть этим каналом То придется разгребать Авгеевы конюшни Как бы от страйков освобождаться Ну, там ждать время Когда можно будет снова заливать видео Когда можно будет снова делать стримы Если человек до этого делал стримы В той организации Они еще работают так Я подозреваю, что они накалывают Точно так же своих, как бы, рабочих Как и тех же людей У которых они, как бы, покупают Эти ютуб-каналы Человек ищет по ютубу Каналы с монетизацией Чтобы было минимум тысяча подписчиков Соответственно Ну, как бы, знаете Я поняла, что их не только Ютуб забанил Ну, в смысле, гугл забанил Еще что-то А вот я когда забиваю В поиск свой ник Чтобы вспомнить Где, на каких площадках Я еще рекалась Именно по этому нику Чтобы туда зайти И, возможно, там Ну, какие-то литературные сайты Еще что-нибудь Форум и так далее У меня вылазит Одно из первых строчек Как бы Айва Форевер На ютуб Столько-то зарабатывает Ну, там, столько-то копеек В день она зарабатывает Я, в смысле Столько-то там Рублей у нее в месяц выходит И, как бы, можно Понять Ну, это не секрет Там, ютуб Как бы, это нигде не скрывает Что канал монетизирован В общем, человек ищет канал на ютуб С минимумом тысячей подписчиков И Четыре тысячи часов За год просмотров Временных Они именно так Тыркнулись И посмотрели И, как бы, он должен Потом удостовериться У пациента Есть ли у него монетизация Да, кстати Я должна была предоставить бы Скриншоты Того, что у меня действительно Есть монетизация Сколько там получаю На этом ютубе Сто долларов Раз в десять месяцев Кто не в курсе И, как бы, перед тем Как я бы продала Свой канал Ну, за спасибо Ну, и, в общем Я так понимаю Что люди не знают Не то, что Аккаунт можно отвязать От почты Не то, что можно Как бы Узнать и по-другому Даже Даже без поиска Не забивая Какой-то там Ник Чисто Вот там Предлагают Забить, допустим Влоги На ютубе И выкладывают Вылазит куча Всяких разных видео Да И, соответственно Внизу подписывается Такой-то блогер Что кто У него там Подписчиков Если вот эта Заветная тысяча Уже есть Да Можно тупо Ткнуться Чуваки Прикиньте Можно тупо Ткнуться на ролик Даже если у вас Отблог включен То в начале ролика Чаще всего Идет несколько секунд Такой вот Серо-буро-малиновой Хренотени На экране Вообще Обычно Черный экран В серую точечку И там как бы Видно Что вот Ну, через несколько минут Там и обычно Ссылочка идет Что типа Ошибка воспроизведения И через, допустим Пять секунд У вас Уже идет Конкретно ролик Это если вот идет У вас такая вот Хренотень У вас включен Отблог, да Ну, или еще Какая-нибудь Фигня, убивающая рекламу Всплывающую То это есть Монетизация Ну, и еще как бы Обычно на ролике Там определенными Желтыми точечками Проставлено То место Где могла бы быть Реклама Если бы у вас Не включен был Отблог Как бы это все Понятно и видно Ну, и допустим У вас не включен Отблог Вы тыркаетесь на ролик И там как минимум Оверлей влазит С Богу какая-то реклама Говорящая реклама И вы понимаете Что в этом ролике Есть реклама Он действительно Монетизирован Единственный минус Что иногда Бывают блогеры Выкладывают какой-то ролик И там была музыка Вот как у меня С моим монтажом Наших выступлений Театра книги ровесника При библиотеке Сурикова Которая уже не жила Не существует Ну, официально Она как бы на бумаге существует А в физическом виде Она уже не существует И разговор сейчас не о ней Но суть такая Что там были видео Видео были Иногда музыка Которая не из свободного Бесплатного доступа И соответственно Как бы Владелец этой музыки Ее монетизировал За счет Вот Упоминания ее Допустим В моем видео Иногда вот бывает так Что как бы не знаешь Монетизирован ли этот канал Или нет Но можно же Тыркнуться на руки Какие-то видео Там в блоге Влоги И прочие Обзоры И если есть реклама То действительно Этот канал Монетизирован Все как бы просто Кстати Когда меня забанил Для Для общего доступа Яндекс.Зен Мне прилетело сообщение Вконтакте Вы раньше вели свой канал На Яндекс.Зен А теперь забросили Не хотели бы Мне продать Я написала Что меня забанил Яндекс И человек Больше не хотел Меня купить Короче Продать свой канал И пытаться На этим вложиться Это не тот вариант Зрабатывания денег Можно просто вложиться В канал И тогда вам будет Однажды отдача Ну какая-то небольшая Тем более У вас есть монетизация У вас уже есть Какая-то минимальная отдача Я понимаю Что большинство зрителей Не смотрят рекламу Включают тот блог Или еще что-то Но есть же среди них И адекватные Нормальные зрители Которые понимают Что это действительно Работа И это Как бы Требует Вознаграждения Хотя бы Внимания Там какого-то Ну и плюс то Что Хотение купить Чей-то канал Мне кажется Эти люди думают Что блогер Не только блогер Лох Но еще Его Как бы Те кто смотрят Подписаны на него Тоже лохи Если они не поймут Что вот внезапно Там вместо Обзорчика Какого-нибудь Парфюмки Покупочек Из магнитика Или еще какой-нибудь Требухи На моем бы канале Вдруг появилось Какое-нибудь непонятное Шоу Американского происхождения С каким-нибудь Дико тупым юмором И Как бы Возможно Даже еще бы Несколько штук Какого-нибудь Непонятного То что Несвойственно Мне Я бы на месте Подписчика Свалила бы Сразу с песнями Либо бы Забила тревогу Ну С другой стороны Люди Которые пытаются Взломать Допустим Чей-нибудь Аккаунт Потому что Если у меня Бывали Подпытки Взламывания Как только Начала вести канал Еще раз У меня было Там от силы 100 подписчиков Ютуб В смысле Взламывания Гугля Чтобы Как бы Проникнуть На этот канал Да То В принципе Соответственно И появляются Такие Которые пытаются Купить Чей-то канал Потому что Им религия запретила Мозги Использовать В нужном Росле Допустим Они не умеют В хакерство Но они пытаются Вот В мошенничество Хотя В принципе И то и другое Мошенничество Я считаю Но я надеюсь Что Никто Из вас На такую утку Не купится Ну а если Кто вдруг Внезапно Начнет покупаться После Особенно Просмотра Этого ролика Ну Надеюсь Что вам повезет И вам Вы хотя бы Получите Предоплату Так вот Ребята Если вам попадется Первый тип Людей Которые предлагают Предоплату И отвязку Аккаунта Отмыла То вы сначала Дождитесь Этой предоплаты А не кидайтесь На этот чек Фейховый Липовый Сто процентов Вот дождитесь Этой предоплаты Хотя бы там Допустим Одну треть суммы Вы получили И только тогда Отвязывайте Свою почту Только так Иначе Ни канала Ни аккаунта Ни бабла У вас не будет Хочу купить Твой канал Серьезно хочу За много тысяч рублей Серьезно хочу